Совершенствование деятельности системы здравоохранения в области защиты трудовых и социальных прав медработников. Это и есть самая главная цель, которую преследует Комитет парламента по здравоохранению и профсоюз работников. Своё сотрудничество и общие задачи закрепляют документально. Наши отношения должны строиться на будущем нашей нации. И профсоюз здравоохранения Республики Ингушетия вносит свой вклад в это развитие. И мы будем в дальнейшем тесно сотрудничать. Профсоюз в первую очередь защищает социально-трудовые отношения медицинских работников. Стороны уверены, что этот шаг позволит усовершенствовать законодательную базу в области здравоохранения, проводить совместные мероприятия и анализ работы комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, обмениваться аналитической, статистической и другой информацией. Сразу после подписания соглашения депутаты парламента и представители профсоюза подробно обсудили пункты соглашения. Ингушетский профсоюз работников здравоохранения Фатима Барханоева возглавляет с 1994 года. За 30 лет работы инспекторы профсоюза провели тысячи независимых экспертиз. Проверки соблюдения трудового законодательства. Благодаря плодотворной работе не раз отстаивали права медработников, восстанавливали их должности и не только. Барханоева заявила, что они в курсе чаяния ингушских медиков. Только, наверное, профсоюз имеет такую возможность доносить до самых высших уровней законодательной власти мнение простого члена профсоюза. Поэтому вот все, что будет нам сообщать наш член профсоюза, каждый абсолютно, мы будем это перерабатывать, информацию обсуждать. И чтобы это все отразилось на законодательной базе в плане улучшения работы в здравоохранении во благо нашего населения, во благо развития республики. 4 апреля 2022 года глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подписал указ, рекомендующий содействие органов власти с профсоюзами. Эта поддержка, по словам Фатимы Барханоевой, значительно подняла авторитет профсоюза работников здравоохранения, о чем свидетельствует увеличение числа его членов. В сравнении с предыдущим годом, за 2023 год у нас появились 10 первичных профсоюзных организаций в 10 медицинских учреждениях. Членство у нас тоже выросло. Если в предыдущем году у нас было 59% охват профсоюзным членством, то на сегодняшний день это уже 81,73%. Профсоюзу доверяют и наша работа, может быть, она не видна так явно, но каждому на месте, где нужно помочь, мы эту помощь оказываем. На встрече также подчеркнули, что доверие к руководителям медучреждений, где создан профсоюз, в разы выше, так как его наличие настраивает руководство на четкое соблюдение трудового права. Это стало первым соглашением, которое подписано между Законодательным собранием и профсоюзами. Депутаты остальных комитетов тоже задумались над тем, чтобы заключить их с профсоюзами других направлений.